Братцы, вот чем занимается нормальный человек, который приходит с работы, уставший, ложится на диван, смотрит телевизор? Ни вы, ни я на этом канале так не делаем, потому что мы, найдя каждую свободную минутку, скорее приезжаем на любимую свою строечку, сделать что-то полезное. Сегодня мне перепал целый куб калиброванной, сушеной, кедровой доски. У нее влажность 8%. Не поверите, но я ее погоню на лаги. В который раз я понимаю, что все мечты, которые ты в своей головешке задумываешь, они всегда все реализуются. Когда-то я подумал, где же мне найти эту доску, чтобы это было недорого, чтобы она была качественная, сухая. Обзванивал разные компании, но все предлагали сырую. Даже было интересно, может ли на морозе доска сама высохнуть, то есть выморозится. Даже эти вопросы задавал и в гугле, и у ребят. Но сегодня просто волею судя мне перепадает куб. Это за деньги, но недорого. Я радостно и примчал настройку, чтобы этот кубик поднять наверх. Все это дело сейчас пока сложу. Чуть попозже мы с вами будем в комнатах стелить полы. И это еще один из моментов, про которые я хочу вам объяснить про кровать. Помните, вы многие спрашивали, а куда же ты спрячешь конструкцию кровати, нижнюю опору? Так вот она вот в этот пол-то и уйдет. Она тоже 10-сантиметровой высоты. Сверху закроется фанеркой. Вот и все. Моя задача сейчас это все наверх поднять, разложить через прокладки. Хотя они даже не нужны, это все сухое. 73 досточки вечерком, не в напряг. Почему бы не поработать? Да? Поехали. Кто смотрит канал давно, заметили, что самое первое видео, так сказать, тизер канала, начинается уже с построенной коробки. И очень часто возникает логичный вопрос. А где можно посмотреть, как рос дом? Сколько он вам обошелся, какие ошибки были и какие выявили сегодня? Где это все? И главное, зачем он такой большой? Хватило бы и одного этажа. Вот именно с последнего вопроса и родилась мысль снять этот выпуск. Но вначале попрошу потерпеть всего одну минуту. Я хочу излить душу. Не выбрасывать же эти кадры, раз уж уже снял. Наша Женька-избушка 320 квадратов. Знаете, какой я сегодня комментарий вычитал? Мне было прям как-то даже улыбательно это читать. Человек написал, планирует в этом году ехать в этот дом. Три этажа, 300 квадратов. Это нереально. Слезы наворачиваются. Знаете, сколько таких комментариев прилетало ко мне даже не с Ютуба? Сначала не верили, что я вообще начну. Это все бред, даже не пытаясь этим заниматься. Потом, когда уже начал делать там, зачем ты строишь в том месте? Строй в другом, там плохо этот лес, зачем там клещи, комары? Это все не с Ютуба, это просто люди, которые вокруг, понимаете? Потом классный комментарий тоже прилетел от одного очень такого в недалеком прошлом бывшего близкого человека. Зачем она сдалась ему, эта пятиэтажка? Мне очень нравится это выражение, и я его часто везде использую. Если кто-то еще не понял, в моей сейчас интерпретации у меня подгорает. И я сейчас просто ругаюсь. А, ну и вот, сегодня я вычитал этот комментарий, и хочу на него ответить. А работы в этом доме еще после миллиарда какая цифра идет? Много, много работы. Но весь вопрос то, как вы к этому относитесь. В этом весь прикол. Нельзя к проблеме относиться как к проблеме. Нужно относиться к ней как к задаче. Вот у меня есть в этом году задача сделать отопление этого дома. И я подхожу к этому как к задаче. Если бы я схватился за голову и сказал, отопление миллион, как? То так бы я и остался с этой проблемой. Возможно, даже лежа где-нибудь у себя на диване. Главный все-таки момент, который я хочу донести до вас, это то, как вы относитесь к этому вопросу. Начать заморачиваться и скидывать на себя все архи-проблемы, которые есть у вас на сегодняшний момент, то, конечно, вас они задают. А если вы задачи ставите себе, ну не так, что по плечу, я всегда ставлю ее выше. И когда у меня спрашивают, что ты планируешь, например, в этом году, я говорю, план минимум такой-то, а план максимум вот такой. И так интереснее жить, когда у тебя есть цель. Я так считаю. Короче, подгорело у меня сегодня вот этих комментариев. Простите, ребят, я никогда не выговаривал все на канале. Спасибо, кто послушал, я действительно выговорился. И это была одна из таких сидячих во мне и свербящих тем, которые на сегодняшний день я просто закрыл. Ну а теперь к истории. В 2012 году я узнал, что совсем скоро у меня появится сын. И, как говорится в священном писании, понял, что откреститься от посадки дерева и постройки дома теперь уже не получится. Мужик должен сделать в жизни три вещи и точка. Если быть совсем откровенным, то просто я из тех людей, у которых должны постоянно чем-то быть заняты руки. А иначе самоедство и хандра берет верх и меня мучает. Творчество – это мое спасение. Так вот, ноябрь 2012 года я провел в бесконечных переездах из одного села в другое в поисках интересного варианта для будущей жизни семьи. Цель была обойти перекупщиков и взять чистую нарезку без истории. И главное, я хотел взять три участка рядом для себя и двух своих друзей. Последняя оказалась глупостью, но я таки нашел этот вариант. Еще бы с моим-то упорством. Остаток зимы я провел в изучении матчасти. Поиски техники, закупки материалов. В папином гараже я сварил откатные распашные ворота, калитку. И столбы для будущего забора из бэушных столбиков. До недавнего времени, друзья, я очень любил горнолыжный спорт. Если кому интересно, вот так выглядит поездка на ВАЗу на выходные всей семьей в Горный Алтай. По цене она вот она. И даже немножко дешевле, чем здесь. Все лето 2013 года я занимался строительством забора. В ролике я обещал рассказать вам, сколько вышел мне дом. Поэтому рассказываю, этап с воротами вышел в 230 тысяч рублей. Вот тут можно видеть все экономические расчеты по строительству. Поверьте, если вы не наследник богатого дядюшки и живете в регионах, то сорить деньгами на первых этапах стройки это абсурд. Я сразу для себя вывел несколько формул. Первое. Караилову идет по Падалову, но экономить нужно. Второе. Строю все сам. Ни одной бригады в моем доме не будет. А иначе я не имею права говорить, чтобы построил дом своими силами. Сразу хочу оговориться. Все, что вы сейчас услышите, это касается только меня и моей семьи. Мое мнение может, должно отличаться от вашего. Мы же все разные. Зима. Готовлюсь к строительству дома. Помню эти чудесные времена с теплотой в душе, когда ты засыпаешь, думая о будущем. Это самые сладкие сны. Я даже с дочкой склеил макет дома, чтобы визуализировать свою мечту. Каждое утро за завтраком я смотрел на него и вносил в подсознание свои коррективы. Так он и рождался, проект мечты. И уже через месяц закипела работа на участке. Цоколь. Тут я становлюсь поподробнее, так как вижу, что на канале эта тема создает особый резонанс. Зрители разделены на два лагеря. Многие считают, что это глупость непостижимая, в то время как другая сторона говорит, что цокольный этаж это дива дивная и те и другие правы. Я называю цокольный этаж мужской рай. Место, где вы можете создать свой оазис. Тут может легко разместиться бильярдная, сауна, теннис, игровые автоматы. И семья от этого никак не пострадает. Но все это лирика на самом деле пользы гораздо больше в разы. Накидая идеи, а вы уже подчеркнете нужное. Сауна, кинотеатр, теннис, тренажерный зал, бильярдная, бойлерная, прачечная, мастерская, винный погреб, овощехранилище, кальянная, наконец, бассейн и многое-многое другое. Как вы знаете, лично я выбрал из этого списка овощехранилище, бильярдную, бойлерную, кабинет, кинотеатр и прачечную. Эту фразу я должен сказать в конце, но сделаю наоборот. Потому как для окончания фильма у меня куча другой важной информации. Цокольным этажом я очень доволен. Даже если бы начал строительство сейчас, то сделал бы его вновь. Но только учитывая некоторые моменты, о которых сегодня расскажу в фильме. Основные минусы цокольного этажа, по моему мнению, это цена. Так как она составляет почти 40% цены всей коробки дома. И коммуникации, призванные сделать ваш подземный этаж сухим. Чтобы было более понятно в абсолютных цифрах, бетон с арматурой цоколя без плиты перекрытия первого этажа вышел 811 тысяч. В то время как утепление, гидроизоляция и дренаж дополнили смету почти на 200 тысяч рублей. Вот как-то так. Фраза, которую повторяют многие самостройщики, если бы не делал цоколь, уже бы жил в доме, имеют логику. И во многом отражают действительность. Решать в общем вам. В начале этой серии я немного дал волю чувствам. Но это имеет свое объяснение. Если честно, не проходит и недели, чтобы откуда-нибудь не прилетело за огромный дом. Легкие деньги, богатого дядю. Даже были вопросы, где я так много ворую. До некоторых не может дойти мысль, что человек просто одну пятую часть своей жизни посвятил своей мечте. Про размеры этого дома у нас был семейный совет. На нем моя Женька сказала отличную фразу. Зачем мы уезжаем из города? На волю? На свободу, верно? Так и давай строить свободу. А хрущевские идеалы у нас и в городе имеются. 25 кубов пеноблока на кровле. 25 тонн выдерживают наше перекрытие. Чудо! И ведь это шок. Вы в курсе, что сегодня до одного человека по закону достаточно 12 квадратных метров жилья. Более того, уже даже стали строить такие квартиры в мегаполисах. Но сегодня не об этом. Итак, 2014 год. Я принимаю решение, дабы семья не чувствовала кризис, отныне вкладывать в стройку не более 300 тысяч рублей в сезон. Согласен, невеликие деньги в масштабах строительства, но ведь и стройка пока идет как увлечение. Как вы помните, участок на голом поле. Нет ни электричества, ни дорог, ни газа. Денис, ты, конечно, авантюрист. Но почему-то в голове даже не возникало мысли, что всего этого не появится. Я теперь эту настройку прям сразу после работы хотел не терять времени. Была небольшая тучка. Ничто не предвещало бежать. Это за 5 минут. Ну, тут ловить ядно уже нечего. Я как-то внутренне был уверен, что все будет хорошо. Итак, в этот год я заливаю плиту перекрытия и начинаю складывать стены дома. Кто уже делал эту работу, знает, насколько сильно поет душа от каждого положенного ряда. Дом растет, и это очень круто. Не хочу растягивать фильм на долгие часы, поэтому скажу. 2015, 16, 17 годы я занимался укладкой блоков. Их вышло более 120 кубов. А также заливкой плит перекрытия. Сумму вы уже легко посчитаете в голове. В 2018 году мы подходим к кровли. Тема, которая очень часто в моих выпусках вызывала волну негодования из-за отсутствия мембранных пленок. Но тут же я хочу спросить вас, как бы вы поступили на моем месте, если построили каркас с контур-брешеткой в один год, а на перекрытие накопили денег только в другой? Да, 30 марта. Завтра 1 апреля. Конечно, это неправильно. Я до сих пор пожинаю плоды этой ошибки. Гидроизоляция нужна, и это неоспоримо. Сумма, потраченная на металл кровли в 2018 году – 330 тысяч. Казалось бы, коробка готова. Дело уже за малым. Коммуникация и отделка. Но сегодня, уже наполовину пройдя этот путь, могу смело сказать, коробка – это лишь 30% дома в финансовом эквиваленте. Я думаю, многие из вас уже сложили эти цифры, что я давал по ходу фильма. Так вот, поправка на ветер. Прибавьте к этому еще 60%, если работу будут делать наемные рабочие. Еще раз сделаю ацент на том, сколько экономии я внес в производство работ, выискивая скидки, нанимая правильную технику, разгружая товар самостоятельно и доставляя много своими силами на прицепе. Если сейчас из сметы выдернуть только доставку тех или иных материалов, выйдет не менее 150-170 тысяч рублей. Резюмируя, хочу предостеречь от ошибок начинающих фанатиков стройки. Друзья, вы еще не знаете, насколько хватит вашего энтузиазма. Поэтому, дабы мечта не превратилась в долгострой, или, не дай бог, в недострой, трезво оценивайте свои возможности. В идеале, иметь в кармане хотя бы сумму, равную 80% средств из раздела под ключ. А это не менее 25 тысяч за один квадратный метр дома, если строить из материалов, как у меня. И выше, если планируете строить из премиум материалов. В любом случае, если мысль о строительстве своего дома назрела в голове, вы большой молодец. И я желаю вам только удачи. Редактор субтитров А.Семкин